МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Иванович, можно подвести какие-то итоги уходящего года? Постараемся подвести итоги предварительные за 9 месяцев текущего года. Во-первых, хочу довести до сведения жителей муниципи, что за 9 месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму примерно около 4 миллиардов леев. Это говорит о положительной динамике, по темпе роста порядка 11-12%. Хочу отметить также, что доходы от продаж за этот период по сравнению с прошлым годом увеличились на 42%. Самая привлекательная цифра – это экспорт за пределы республики. Хочу отметить, что в текущем году за 9 месяцев экспорт составил более 51%. То есть по сравнению с прошлым годом увеличился на 10%. Это уже нас радует. Немаловажный показатель – это и среднемесячная заработная плата. Она в целом по муниципию составляет 5164 леев. Конечно, есть разница, потому что в промышленности она составляет 6020 леев. В текущем году, допустим, в бюджетной сфере она превысила 4000 рубеж и составляет 4164 лея. Конечно, хочу отметить, что бюджетная сфера, она очень огромная. Это 116 организаций. Поэтому для того, чтобы это все администрировать правильно, нужен бюджет. Поэтому основная нагрузка падает на муниципальный бюджет этого года. Хочу довести до сведения, что фактически доходная часть бюджета была установлена на уровне 418,9 млн. леев. За 9 месяцев текущего года исполнено 308 млн. леев. Из чего складывались эти доходы, доходная часть? Во-первых, это собственные доходы. Они были порядка 44,9 млн. леев. Исполнение составило 84%. Второе – это трансферты порядка 85%. Это где-то 73, где-то порядка 184 млн. леев. Спецсредства – 11,8 млн. леев. Исполнение – 65%. И я бы отметил показатель по местным доходам и сборам. Он был фактически одобрен порядка 27 млн. леев. За 9 месяцев текущего года мы имеем 21,3 млн. леев. То есть исполнение составило порядка 80%. Естественно, что если была установлена доходная часть, были и расходная часть текущего года, которая составляла 418 млн. леев. Исполнение составило порядка 270 млн. леев. То есть 65% за 9 месяцев текущего года. Значит, самая большая расходная часть взяла на себя, естественно, социальная сфера. Это порядка 67%, то есть 269,5 млн. леев. Экономическая сфера порядка 47 млн. леев. И жилищно-коммунальное хозяйство свыше 24 млн. леев. Вот вкратце, так сказать, исполнение бюджета за текущий год. Естественно, что не все идет гладко. Эти цифры говорят о том, что у нас есть еще некоторые отставания в этом плане. Потому что осталось всего-навсего 3 месяца. И даже меньше уже, чем 3 месяца. Поэтому нам стоит обратить очень серьезное внимание. И именно на собственные доходы. У нас есть пробелы именно в государстве, именно по вопросу местных налогов и сборов. У нас не добирают. И очень слабая расчетная дисциплина по найму, по земельному налогу, по воде, по собственности и так дальше. Поэтому мы и пошли на то, чтобы, допустим, сделать маленькие каникулы, сделать какие-то льготы. Воспользовались многие, но не все. Поэтому я думаю, что на будущий год нам надо серьезно подумать о тех планах, которые будут на 2017 год. Хочу сказать, что мы работаем уже и примерно уже находимся на финишной прямой по утверждению бюджета, по разработке, по утверждению бюджета 2017 года. Значит, на 2017 год у нас запланирован рост бюджета где-то в объеме 423 миллионов леев. Рост небольшой, 1,9%. И мы фактически сейчас работаем не на один год, а на три года. На 2017, 2018, 2019. В 2019 году бюджет планируем порядка 435 миллионов леев. Должен сказать, что усложнилась проблема разработки бюджета 2017, 2018, 2019 годов. Потому что усложнилась тем, что очень много программ. Это программ где-то 13 основных программ и 31 подпрограмма. Поэтому очень раздроблено все. И это все надо связать в одну систему. Поэтому мы имели большие проблемы уже с 2016 годом. Никак не могли найти общий язык с трезерерией, с казначейством, с министерством финансов. До сих пор есть еще сбои. Поэтому недоработки большие. Но в этом плане наши специалисты работают. И будут, естественно, находить общие точки соприкосновения и решать многие вопросы. Хочу сказать, что уже на стадии разработки у нас появляется та же недоработка центральных властей, которые не обращают внимания на наши требования даже. Я уже так скажу, не просто просьбы, а требования. Потому что нам за последние годы абсолютно не выделяют ни одного лея на капитальное строительство, на инфраструктуру, на ремонт дорог и так дальше. Даже детских, дошкольных, учебных заведений. Все это ложится, так сказать, на плечи муниципального совета. Я должен сказать, что инвестиций и капитального строительства не ожидается даже на 2019 год. Потому что мы до того сжаты. Мы фактически получаем с республики всего 45%. 45% из налога от физических лиц, заработной платы. И 50% на дорожный фонд. Вот это все наши возможности. И это фактически и ставит нас в такую зависимость, что мы уже несколько лет подряд бьемся над тем, чтобы принять особый статус муниципия Белтс. И мы предложили несколько вариантов. Последний вариант мы разрабатывали вместе. Его предоставили в правительство. До парламента оно еще не дошло, так сказать. Ну, разрабатывается, но это очень долгий путь. Но нам бы хотелось все-таки, чтобы правительство обратило внимание на вот эти два момента. Потому что получается, что у нас этот бюджет, как и текущего года, он получается бюджет дрейфующий такой. Он просто бюджет де консум, то есть потребление. Он не развивающийся. А нам нужно для развития. Нам нужны инвестиции. Нам нужны капитальное строительство, ремонт и так дальше. У нас этих денег не будет. Конечно, будут изменения на будущий год по ряду местных сборов и налогов. Там установлены сейчас новые расценки, новые тарифы. Особенно, значит, они касаются и таких моментов, как парковка, допустим. Там разрешается 20 леев с одного квадратного метра. У нас на этот год всего 10. Там имеются большие изменения по, я скажу так, даже по размещению торговых объектов. Торговые объекты у нас сейчас размещают, размещение идет по зонам. По новым законодательным актам там уже рассматривается вопрос просто. 250, то есть 30 тысяч леев и миллион, допустим, для игровых залов и так далее. У нас пока этого нет. Значит, вопрос стоит тоже по рыночному сбору. Раньше он у нас, мы брали, допустим, 60-30 метров в зависимости от рынка, с одного квадратного метра. Сейчас предусмотрено 250 леев. Поэтому тут вопрос будет стоять очень-очень резко. По благоустройству территории там у нас 100, фактически можно 120 и так далее. Поэтому я говорю, что особый упор у нас будет на рыночном сборе. Поэтому не на рыночном, а на местных сборах и налогах. Естественно, мы не должны тоже полностью это идти по максимуму, потому что это все-таки сказывается на бизнес-среде, это сказывается на конкуренции, это сказывается на людям. Поэтому мы будем, так сказать, рационально, дифференцированно подходить к этим вопросам. Не обязательно идти по максимуму для того, чтобы выбить максимум прибыли. Этого не будет. И естественно, что не все в состоянии это все оплачивать. Но я хочу еще раз обратить внимание, что обратить внимание на экспресс-анализ, который мы делали, это поступление доходов по местным налогам и сборам. Из-за того, что низкая расчетно-платежная дисциплина, растет здорово дебиторская задолженность. Поэтому эти вопросы у нас находятся на контроле. Я вчера проводил совещание с представителями экономического блока. И вот все эти вопросы мы по крупицам разбирали. И дано такое задание, чтобы еще раз обратить внимание на наши доходы, собственные доходы. Потому что, естественно, другого подхода у нас не может быть. То есть, то, что запланировано, оно должно быть исполнено. Я хочу обратить внимание на то, что мы предварительно уже в прошлом году рассмотрели вопрос, каким образом подходить к ремонту, допустим, тех же улиц, дорог, тротуаров. Хочу отметить, что была разработана специальная программа. Были подготовлены распоряжения примара по всем этим вопросам. Поработала эффективно рабочая группа в этом плане. И из тех более 25 заказов, которые были, 17 уже прошли через агентство по закупкам. Это сейчас очень сложная процедура. Проходит процедура порядка двух месяцев. Тянется, длительность очень большая. Это тоже повлияло и на сроки проведения и начала работ. Но в целом, я вам должен сказать, что 17 процедур, которые уже прошли через агентство, они находятся в работе. И уже часть из них уже исполнена. Должен привести пример, что только эти процедуры составляют в целом, если взять еще вот эти процедуры, они около 18 миллионов лей. То есть даже превышаем. Имеем порядка 17,5 миллионов у нас было в плане заложено. Мы уже сейчас набрали работ на 18 миллионов. Но дело в том, что в самом дорожном фонде у нас пока накопление составляет всего 13 миллионов. Мы рассчитываем, может быть, что еще за 3 месяца этих оставшихся подойдут еще 3-4 миллиона. Но я говорю, что мы можем оказаться в том, что эта вся работа может оказаться снова, возложится на плечи премарии, и мы собственных средств должны каким-то образом исполнять. Но, как говорят, процесс пошел, и сами население видит это, что работы идут и довольно-таки эффективно. Я должен отметить, что уже, допустим, по улице Дечебал, по Сорокской, по Паровозной, по Ивано-Франко, по Киевской, по 1 мая. Фактически работы закончены. И вот 7 октября текущего года финальная была приемка этих дорог. Где-то есть некоторые недоработки, где-то счеты, но в целом комиссия удовлетворительно приняла эти работы. И ремонт там закончен. Конечно, сейчас проводится и ремонт дорожного полотна, которые ведутся и сейчас тоже из дорожного фонда. Это по улице Штефана Чалмария, по улице Бориса Главана. Наравне с этим дорожным фондом, который поступает нам по согласно законодательству из государственного бюджета, значит, мы из собственного муниципального бюджета также уделяем должное внимание по ямочному ремонту, по тротуарам и так дальше. Вы можете это посмотреть на улице Йорга, на Гагарина, Аэродромной, Боцу, Садовой и так дальше. Вы заметили сейчас, что очень большое внимание уделяется сейчас замене и установке новых бордюров. Это очень привлекательно. Я думаю, что уже население оценило, потому что поступает много звонков. Благодарят за эту работу, за ямочный ремонт, за тротуары. Особенно по должное внимание уделено 8-му кварталу Владимиревску, и даже и по Стрийской, по Индепенденции и так дальше, по Йоргах, по той же Йоргах. Проводится очень много работ, допустим, сейчас в районе, по улице Кожбук, значит, по улице Пушкина. Хочу отметить, что кроме всех этих вложений, значит, большое внимание уделяет фонд примара Рената Усатова на работу по установке плитки. Значит, я назову только несколько таких моментов. Это установка плитки по Штефан Чалмаре, начиная от автобусной станции и до центра. Кроме того, по Пушкина Индепенденции, значит, очень привлекательно это. И я думаю, что в этом плане ведется серьезная работа, которая должна, так сказать, увенчаться успехом. Леонид Иванович, как обстоят дела с финансированием со стороны республиканского бюджета детских садов и школ? Есть ли там задолженности? Значит, речь идет о том, что в начале года, значит, это уже последние годы так принято, что идет финансирование из расчета, из формулы, из расчета на одного ученика. Это такая тенденция европейская, она привела к тому, что ряд школ, ряд школ оказались без финансовых средств. То есть там, где очень мало, очень мало учеников, там и денег мало. Поэтому они и не могут себе позволить то, что могут большие школы. Тем самым приходится, так сказать, вырывать из муниципального бюджета некоторые средства для того, чтобы продержать эти школы. У нас имеется четыре таких школы, которые на грани, так сказать, потому что очень мало учащихся. Те школы, которые, допустим, Еминецкую и так дальше, они могут себе позволить делать очень большие, ну, очень большие работы, капитальные работы. Ну, и сейчас и ведутся работы, и браво, то, что могут они. Но жаль то, что вот этот компонент, он нерастяжимый. И государство не идет на то, чтобы именно стимулировать малые школы, малокомплектные школы. Поэтому там нельзя не сделать ни ремонт, ни капитальный ремонт, ни ремонт крыши и так дальше. И поэтому этот вопрос поднимался уже не раз. И само управление народным образованием не имеет никаких рычагов на то, чтобы можно было управлять этим процессом. Как и процесс, допустим, сейчас с детскими дошкольными учреждениями. Допустим, к примеру, по питанию. Значит, много говорят о том, что надо изменить подход, надо изменить меню и так дальше. Это мы делаем. Но это в пределах того, выделенных средств, которые были заложены. Поэтому управление не может расширять ассортимент этого. И приходится, вот как, допустим, ряд детских дошкольных учреждений по городу Кишиневу. Там родители сами определяют, что, сколько можно дотировать и так дальше. Мы тут исходим из того, что имеем. Фактически тоже увеличиваем. Но это мизер. Нельзя сказать, что мы можем себе позволить. Позволить нельзя, потому что мы ограничены в этом плане. Согласно законодательству, это все должно быть предусмотрено из государственного бюджета. Если какие-то возлагаются обязанности, они должны покрывать. Финансовое покрытие должно быть. Но этого финансового покрытия нет. Как и не было. Мы рассчитывали, я уже не раз говорил об этом, но повторю еще раз. Нам в прошлом, на этот год должны были выплатить 14,5 миллиона из компенсационного фонда. Этого не случилось. Поэтому и наш бюджет сейчас, я буду очень доволен, если мы его используем, так сказать, на 100%. Хотя у нас это большая бюджетная дара была, 14 миллионов. Мы своих средств должны были оплачивать за детские дошкольные учреждения, за школы, за теплоэнергоресурсы. Там было рассчитано 10 миллионов. 9,8, это почти 10 миллионов. И мы рассчитались. Но сейчас долги-то накапливаются уже в этом году. Поэтому подход должен быть дифференцированный. Не так, как, допустим, сельская школа имеет одни заботы. У нас они совсем другие. Поэтому и рассчитывать просто по простой форме для всех, мне кажется, что это неправильный подход. И нам, естественно, что хотелось бы, чтобы мы больше из местного бюджета тоже уделяли внимание. Но мы не можем, потому что у нас тоже не хватает средств. У нас и социальная сфера довольно-таки громоздкая. У нас, считайте, 20 тысяч пенсионеров. У нас социальная сфера, у нас вот эта помощь, естественно, что люди нуждаются, люди приходят, люди просят. Но и бюджет у нас тоже не резиновый, нельзя его растянуть. Поэтому я говорю, что все вот эти вопросы, они обсуждаются у нас. Мы через муниципальный совет отправляем в правительство. типа того, что да, мы будем это правильное замечание или решение и так дальше, но это будет прорабатываться в Министерстве финансов, в правительстве, в парламенте. Но пока этого будет, этого пока нет. Мы, конечно, ожидаем, я повторюсь, статуса особого для Бельц, потому что мы там заложили именно, что бы мы хотели. Вот, допустим, и отчисления от общегосударственных. Нам как минимум надо 600 миллионов, чтобы мы, маломайские, могли работать нормально. Для жизнедеятельности, это просто для минимальных, потому что мы сейчас с вот этим бюджетом, который у нас есть, мы можем рассчитывать только на 65% от минимальных расходов. Эта цифра довольно-таки стабильная она получается. Поэтому я говорю, что нужны новые подходы, но я не вижу новых подходов к разработке госбюджета. Мы смотрели проект, там нас как будто и нет. Поэтому хотелось бы, чтобы обратили внимание на бюджет муниципия Белц-Дайв. В дальнейшем, чтобы можно было исполнять те обязанности, которые возложены на муниципи Белц, как второго уровня. Ну вот, исходя из сложившейся ситуации, будет ли у нас возможность из городского муниципального бюджета выплачивать в этом году, в этом отопительном сезоне компенсации бюджанам? И когда, кстати, будет отопительный сезон? Значит, будет, не будет, оно будет, оно должно быть. Потому что у нас забота о людях, транспарентность должна быть на первом плане. Значит, что касается, значит, этой компенсации. Значит, распоряжение подписано. Значит, в пятницу собирается уже рабочая группа о том, чтобы рассмотреть уже, потому что люди уже третью неделю, значит, подают заявление и так дальше. Я считаю, что мы рассмотрим, я как председатель этой рабочей группы, рассмотрим все эти моменты, рассмотрим, сколько у нас пожеланий, сколько, значит, нужна проверка и так дальше этих документов. Вот, я думаю, что мы не отойдем от этой льготы. Эта льгота будет, как и было и раньше. На все эти пять месяцев, вот, порядка, сколько там, в прошлом году было, раньше было 200, потом 250, мы должны сохранить, по крайней мере, мы заложим в бюджет эту сумму для того, чтобы малообеспеченных людей, значит, именно обогреть, скажем так, кавычка. Что касается, отопительного сезона, да, значит, отопительный сезон, значит, поступает ежедневно, уйма звонков, но они, так сказать, наполовину. 50% просят, дайте, значит, отопление, значит, 50% ни в коем случае, вплоть до того, что пока не выпадет первый снег. Мы этого ждать не будем, естественно, значит, но уже на протяжении последних трех дней мы замечаем, что средняя температура, средняя, значит, суточная температура порядка 8 градусов, поэтому мы, значит, видимо, значит, готово уже распоряжение, видимо, с завтрашнего дня, с завтрашнего дня, уже начнется активная работа по подключению детских, дошкольных учреждений, значит, медицинских учреждений, для того, чтобы постепенно уже войти в ритм. Поэтому не за горами, как говорят уже, этот сезон отопительный, но просьба и к жителям. Необходимо рассчитываться с долгами, потому что ТЭЦ ставит вопрос очень острый. Для того, чтобы подключать дома, значит, необходим расчет за прошлые периоды. Есть очень много должников, которые просто не хотят платить за отопление. Ну, остро стоит вопрос, поэтому он обсуждается и будет решаться уже на протяжении последнего времени. Станин Иванович, город готовится к зиме, закупаются необходимые материалы для обработки дорог. Кстати, в этом году чем мы будем их обрабатывать? Как ведут работы в этом плане? Значит, мы заранее подготовились к этим вопросам. У нас все заготовлено, так сказать, на заре подхода к этому вопросу. Поэтому то, что материалы должны быть высокого качества, у нас заложено это в тех контрактах. мы контракты имеем с многими предприятиями, но основные у нас основные, значит, это ДРСУ и магистралы. Вот они в основном выполняют эти работы. У нас в контракте заложено, что не меньше, допустим, там эти материалы, которые поступают, они должны быть высокого качества. Мы поставили сейчас именно в контрактах установили, что при проверке, при гарантийном сроке они должны исполнять и гарантийный срок увеличиваем, для того, чтобы можно было на протяжении этих лет проверить, насколько качественно подготовлено и так далее. мы некоторых клиентов, так сказать, которые тоже подавали заявки на обслуживание, на работу, мы их отклоняли на подходе к этому делу, потому что они пользовались завозными материалами, непонятными для нас и так далее. Поэтому мы строили свою работу в том плане, чтобы все было транспарентно, чтобы мы видели, какие машины, чем это производят, ни вручную или на слабом таком, так сказать, ресурсе. Поэтому я говорю, что этот вопрос находится под контролем и комиссия постоянно работает в этом плане. Вы услышали предупреждение медиков, синопсиков, о том, что это зима нынешняя. Да, мы готовы к этому. Естественно, зима всегда бывает сложной. Поэтому мы готовы к этому. У нас есть и сыпучий материал, у нас есть и песок, у нас все подготовлено. Дело в том, что насколько это будет холодно, насколько она будет непредвиденной, это уже другой вопрос. Но по крайней мере техника готова. На ближайшие дни обещают очень сильные дождь. Ливневки прочистили, да? ливневки прочищены, работа проведена. Речь идет о том, что эти дожди, естественно, неожидаемы все-таки, чтобы по Бельцам было 50 литров на 1 квадратный метр. Но к этому надо быть готовым, потому что у нас есть такие места, где затопление проходило летом. И не дай Бог еще случится вот это. Поэтому у нас все службы, так сказать, подготовлены к этому делу. очень однозначная реакция у Бельчан по поводу спиливания деревьев. Одни говорят, что это правильно, они варили, и другие говорят, не трогайте. Значит, нам известно этот подход. Речь идет о том, что нельзя тоже, надо выслушивать и одну, и другую сторону, но надо делать то, что необходимо сделать. Вы себе представьте, что уже на протяжении последних 50 лет не обновляется, значит, все приходит в негодность. Это естественно. И для того, чтобы провести какой-то сруб или срез, не просто так мы подходим к этому вопросу, что ага, вот это красивое, это некрасивое дерево. Нет, есть специальные службы, есть экология, есть био, есть другие службы, которые определяют, надо и не надо, но пусть люди заметят другое, что мы просто не оставляем пеньки и больше ничего. На этом месте мы сразу обновляем, озеленяем, то есть все надо проводить вовремя, и тогда не будет несчастных случаев, как случались везде, слава Богу, что нас это постигло, но речь идет о том, что все это идет планово, что застройки, и я вам должен сказать, что сейчас рассмотрим план, где-то на 24 улицах еще будет снос, срез и так дальше, потому что это уже веление времени, и хочешь, не хочешь, надо к этому подходить, самое главное, чтобы высаживались те именно деревья, которые влияют положительно на здоровье людей, очищают воздух, они не затемняют, не возвышаются выше проводов и так дальше, для того, чтобы и имидж города, и сама постановка вопроса, она молода должна выглядеть, и зеленые вот эти наслаждения закупаются, если вы заметили, это не просто ставит локации, а именно те породы, которые нужны городу, и пусть люди тоже, они оценят потом это для того, чтобы и им было приятно, и нашим гостям города. Леонид Павлович, последний вопрос, он связан с днями приема граждан вице-примарами, почему не отменились? Значит, не то, что они отменились, они приходят к нам в кабинет, и мы проводим и тут эти приемы, но речь идет о том, что, если вам известно, мы проводили это на первом этаже, значит, в 115-м, в 114-м, в 116-м, сейчас это, эти помещения заняты, там избирательные участок, там этот, значит, все идет подготовка к выборам президента, и эти все помещения заняты, там работают, и в целом мы не имеем возможности там принимать, но прием идет, но есть, конечно, предположение, чтобы сейчас немножко изменить этот порядок, но это временное явление, поэтому пусть не обижаются эти люди, мы найдем возможность их принять, самые срочные, самые эти, вот мы ведем приемы, вот вчера мне было 15 человек, вот, речь идет о том, что просто им тяжело подниматься на третий этаж, а спускаться в коридор, в коридоры с ними нельзя, проводить эти приемы, но я вам должен сказать, что и к приему мы тоже должны тоже избирательно подойти, значит, есть некоторые граждане, которые приходят по три, по четыре раза, одни и те же, значит, с одним и тем же вопросом, он решается, не решается, но они должны понимать, что вопрос, любой вопрос, он требует времени, он требует разбирательства, не просто так, они из понедельника в понедельник, приходят по одним и тем же вопросам, и требует, но нельзя этого требовать, потому что нужно время, поэтому, естественно, и будет установлено потом и время, время приема, допустим, с двух, там до шести, вот, чтобы не получалось так, что сидим до десяти вечера, ведем приемы, и сами уже не знаем, сколько еще будут, они приходят, приходят и приходят, понимаете, это тоже приходит, это хорошо, но мы должны тоже избирательно подходить к этому делу, подбирать эти вопросы, чтобы знать, примерно, на что мы рассчитываем, в основном, я вам говорю, что люди просят что-то сделать, нельзя сделать крышу за один день, или там канализацию, или подвезти воды и так дальше, поэтому я обращаюсь к жителям, поймите нас правильно, что примария это не пожарная часть, и необходимо разобраться, как положено, есть кадры, которые должны заниматься этим делом, им дается условно время, для того, чтобы они предложили вариант и так дальше, им нужна связь между управлениями, между муниципальными предприятиями, поэтому речь идет о том, что никто не отрезает это, все это будет в порядке, так сказать, в установленном порядке.